Футбольный Енисей в рамках сезона Футбольной Национальной Лиги провел встречу на своем поле с командой «Зенит-2» из Санкт-Петербурга. Это дублер знаменитого питерского клуба. На матче присутствовали более 5000 болельщиков красноярской команды. Среди них был и губернатор края Виктор Толоконский. И в начале игры наши спортсмены радовали своих фанатов частыми атаками на ворота соперников. К сожалению, ни одна из них не увенчалась успехом. Счет открыли гости, правда, после встречи наблюдатели пришли к мнению, что штрафный удар был назначен, скорее всего, ошибочно. Следующий гол «Зенит-2» забил на 38-й минуте оба мяча на счету Алексея Гасилина. Кстати, во время перерыва на поле вышли юные футболисты «Тотема», команда из Красноярского детского дома. На профильном чемпионате мира они взяли золото и им вручили памятные подарки с символикой Енисея. Во втором тайме наши футболисты не смогли поддержать темп атак, хотя несколько раз ворота соперников спасала лишь чудо. Тем не менее, встреча окончилась со счетом 3-0 в пользу «Зенита-2». И теперь питерцы возглавляют турнирную таблицу, а красноярцы опустились на 11-е место. Мы были готовы, тренеры полностью разложили нам, поэтому мы были готовы к такой игре. И я считаю, что счет на табло отображает составляющие игры. У них были какие-то моменты, но не более. Все удары в руки вратарю и одна перекладина. Поэтому я считаю, что мы полностью провели хороший матч, выполнили установку тренера и законопобедили. А что касается опасных моментов, Енисея все-таки хорошая команда. И спросите, у «Динамо» просто им было здесь или нет. Поэтому я думаю, что другим придется очень сложно с Енисеем. И команда играющая хорошая. Стоит отметить, что главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов, наставник Енисея Андрей Тихонов, в прошлом встречались на поле в качестве игроков. Но в новом амплуане сошлись впервые. За время матча футболисты обоих клубов суммарно получили три желтых карточки. Одной из них заработал красноярец Александр Харитонов, который вернулся в команду в этом сезоне. Кроме того, во втором тайме Харитонов получил серьезную травму колена и, по словам тренера, выбыл как минимум на полтора месяца. Заменил его Михаил Комков, который сам недавно восстановился после перелома. Я пропустил четыре месяца из-за травмы. И пропустил все сборы. Практически два сбора. Начал тренироваться только за один день до старт чемпионата. Поэтому, конечно, совсем безыгрывая практика тяжеловато пока. Ну, работаю. Дополнительно работаю. Команда играет, команда хочет, за счет чего выигрывает. Но вот нам не хватает всего лишь навсего что-то последнего такого, чтобы забить и играть более раскрепощенно. Немножко давлеет результат над командой. Потому что такое количество болельщиков ходит, ходит руководство. И, знаете, когда Мохлов меч висит какой-то, ребята не могут раскрепоститься и играть так, как они умеют играть.